Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Старый Торшер. Большой привет вам из Польши. На этих выходных мы были в Кракове, отлично провели время. Если вам интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте оповещалку, и чуть позже мы расскажем, как это было здорово. Ну а сегодня я со своими обычными глупыми новостями это будет в виде такого хит-парада «Пятерочка». Пятое место нашего хит-парада занимает врословский таксист, которого остановили за превышение скорости, но когда он предоставил свои права сотрудникам полиции, они засомневались в их подлинности. В ходе разбирательств оказалось, что права он действительно купил в Украине, в интернете, и устроился с ними работать во врословскую фирму такси. Надеюсь, у вас не отберут из-за этого права. Не волнуйтесь, месье, у меня их нет. В это время он, кстати, перевозил пассажирку. На данный момент пойдет следствие. На четвертом месте нашего хит-парада еще один украинец, которого остановили на границе, когда он проходил контрольно-пропускной пункт уже в Польшу. Польские пограничники попросили предъявить деньги, которые нужны для проживания. Молодой человек их предъявил, но пограничников смутило то, что на всех был один серийный номер. Это было 6 банкнот по 100 злотых, и в принципе они были не очень похожи на настоящие злоты. Как оказалось, в ходе разбирательства молодой человек купил их пропросту на рынке, заплатил за них 150 долларов. Идиот! На границе ему пришлось заплатить штраф и вернуться домой депортированным. Третье место нашего хит-парада занимает путешественник во времени. Необычная ситуация сложилась в аэропорту Кракова. Из США прилетел мужчина, который предоставил таможню и пограничникам паспорт образца 92-го года, выданный Польской Народной Республикой, которая никак не подтверждала его личность. У меня клиника, кафедра, и находят семья, любовницы. Ничья, идете свой паспорт, милости просим домой, а сейчас прошу в самолет, таковы наши законы. На счастье, с ним была жена, которая прилетела с ним из Чикаго. Она подтвердила его личность, у нее были действительные документы и предоставила пограничникам свидетельство о браке. После этого мужчине посоветовали получить новые документы в Польше. Второе место. Love Story. Оказывается, за внезапную волну страсти и нежности на лоне природы в Польше можно схлопотать срок и заплатить довольно немаленький штраф. В Вольштейне на обзорной башне камера зафиксировала две парочки, которые занимались сексом. Каким-то образом эти пикантные сцены попали в интернет-запись. И на данный момент возбуждено уголовное дело. Прокуратура разыскивает участников событий. Им грозит ограничение свободы и штраф до полутора тысячи злотых. Не знаю, одному, каждому или на всех. И первое место. Герой нашего хит-парада – неизвестный молодой мужчина. В Варшаве молодой мужчина обокрал секс-шоп на три тысячи злотых. Зачем ему столько? Я не знаю. Мужчина зашел в магазин секс-игрушек, выбрал понравившийся товар и убежал. Кража поражает наглостью. В записи наблюдения показывают, как человек собирает интересные ему продукты с полок и через несколько минут с руками полных различных эротических приспособлений выбегает из магазина, оставляя растерянному продавщицу. Потери магазина составили три тысячи злотых. Полиция опубликует изображение и просит сообщить, если кто-то что-то видел. Вот такой вот у нас герой. Вот такая пятерочка новостей на сегодня. Если вам это было интересно и подняло настроение, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оповещалочку. Мы будем всем рады. Пишите комментарии. И пока!